В Европе возросло число жертв холодного фронта из Сибири. По последним данным погибли уже 55 человек. Это в основном бездомные. Больше всего смертей в Польше. Там столбики термометров уже несколько дней держатся на уровне минус 20 градусов. Польше очень холодно. Минус 20, а то и больше. Чтобы не замерзнуть, я пью больше горячей воды, потеплее одеваюсь. На юге Франции у города Монпелье из-за снегопадов около 2000 водителей застряли на автомагистрали. Некоторые из них провели на трассе около суток. По-прежнему сложная ситуация в Британии. Там непогода спровоцировала транспортный коллапс. Я здесь с 4 часов вечера застрял по дороге домой. Мне удалось проехать только 5 миль. В Ирландии синоптики сообщают о самых сильных снегопадах за последние десятилетия. Воздушное сообщение. В аэропорту Дублина приостановлено. Нарушения в работе ожидаются и в субботу. Снова приостановлена работа воздушных ворот в Женеве. Из-за сильного ветра отменяют или задерживают десятки рейсов и в Амстердамском аэропорту Схипхол. Нарушено также железнодорожное сообщение между Лондоном, Парижем и Брюсселем. Похолодание пришло даже на юг Средиземного моря. Снегом припорошило непривычную к таким капризам погоды Венецию. По сообщениям синоптиков, действия сибирского антициклона, окрещенного в СМИ «Зверем с Востока», европейцы будут ощущать еще несколько дней. Трагедия на автобане А9 в Баварии. Там погиб 61-летний водитель фуры, перевозивший покрышки. Возле города Байрайт грузовик врезался в отбойник и перевернулся. Водителя зажало в кабине. Он умер еще на месте аварии. Во время аварийно-спасательных работ сотрудникам экстренных служб пришлось защищаться от чрезмерного любопытства некоторых автомобилистов. Для этого они соорудили ограждение из служебных машин. Несколько часов автобан был полностью перекрыт в обоих направлениях. Из-за этого на дороге образовался многокилометровый затор. Кораблекрушение в Нижней Саксонии. Возле города Фризо и Теделотеч нидерландское грузовое судно, перевозившее древесные гранулы. При этом из машинного отделения повалил густой дым. Несмотря на повреждения, 55-метровое судно смогло пришвартоваться у берега. Однако носовую часть сильно затопило водой. Экипаж не пострадал. На место аварии прибыли почти полторы сотни спасателей. Прибрежный канал и прилегающую федеральную дорогу пришлось полностью перекрыть. После аварийно-спасательных работ судно отбуксировали в соседний порт города Затерланд. Сейчас корабль тщательно осматривают эксперты. По их словам, пробоина могла возникнуть из-за плавучего льда в канале. Однако точная причина аварии пока неизвестна. Российский «Газпром» расторгает все контракты с Украиной на поставку и транзит газа. Об этом заявил глава правления компании Алексей Миллер. Процедура будет проходить в стокгольмском арбитраже, который ранее обязал российскую компанию выплатить Украине более 2,5 миллиардов долларов. Контракты на поставку и транзит газа должны были действовать до конца 2019 года. Теперь в «Газпроме» их считают невыгодными. До юридического расторжения договоров в Стокгольме транзит газа через Украину будет продолжаться. Однако все поставки топлива непосредственно в страну прекращаются. В таких условиях Киев принял кризисный план действий. Температура в отопительной системе будет снижена, а теплогенерирующие предприятия переведут на мазут. Кроме того, на неделю закрываются все учебные заведения. Американский Госдеп одобрил продажу Украине комплексов «Дживелин». Киев планирует приобрести у Соединенных Штатов 37 противотанковых комплексов и 210 ракет к ним. Сумма сделки – 47 миллионов долларов. Американская сторона считает, что продажа Украине «Дживелинов» защитит ее суверенитет и не изменит военный баланс в регионе. Киев рассчитывает получить партию американских противотанковых комплексов уже в этом году. Соединенные Штаты не удивлены заявлениями Кремля о новом оружии, но огорчены тем, что российские ядерные ракеты нацелены на их территорию. Так, американская сторона прокомментировала заявление российского президента о создании малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки с неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета ракеты. Президент Путин подтвердил то, что правительству США было известно давно, и что в Москве отрицали, что Россия более 10 лет занималась разработкой дестабилизирующих систем вооружения, в нарушение своих международных обязательств. Заявление Путина сопровождалось иллюстративной анимацией с ядерным ударом по Соединенным Штатам. «Был, разумеется, весьма печально смотреть эту анимацию, где показывали атомную атаку на США. Не могу сказать, что кому-либо из нас это понравилось. Такие вещи непозволительны для серьёзного ответственного международного игрока». Накануне Владимир Путин во время послания Федеральному собранию почти час говорил о новинках российского вооружения. Всё оно, по словам главы Кремля, было создано в ответ на действия Соединённых Штатов по расширению своей системы противоракетной обороны. «Даже удивительно, но несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались, в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, но всё-таки Россия оставалась и остаётся крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас». Громкие заявления Владимира Путина прозвучали в канун президентских выборов, которые состоятся в России 18 марта. Мощный взрыв, автоматные очереди и клубы чёрного дыма. Боевики совершили новое нападение в столице Буркина-Фасо. По сообщениям СМИ, не установленные пока террористы напали на посольство Франции и штаб армии. Попытку штурма дипломатической миссии подтвердили французские официальные лица. «Мы с коллегой видели, как четыре человека попытались проникнуть в посольство с восточной стороны. Они были в гражданской одежде, вооружены автоматами Калашникова и ножами. На них были жилеты и рюкзаки. Когда попытка не удалась, они попробовали зайти с западной стороны». По словам мэра Угадугу, неизвестные также обстреляли здание муниципалитета. Позже власти страны заявили, что четверо нападавших нейтрализованы. Информации о жертвах среди мирных граждан пока нет. Представители французского правительства сообщили, что положение в посольстве под контролем. Буркина-Фасо уже в третий раз за два года стало мишенью для экстремистов, вероятно, связанных с запрещенными организациями Аль-Каида и Исламское государство. Как минимум 26 человек стали жертвами пожара в наркологическом центре в столице Азербайджана. Вспыхнуло рано утром. Загорелся деревянный одноэтажный корпус. Погибшие – пациенты, которые не могли передвигаться самостоятельно. Из горящего здания удалось оперативно эвакуировать около трех десятков людей. Всего же из комплекса вывезли более двух сотен пациентов и медицинских сотрудников. Три человека госпитализированы с ожогами и отравлением дымом. Из-за сильного ветра пожар удалось потушить только спустя два часа. По предварительной информации, причиной трагедии стали неполадки в электропроводке. Пожар в центре Нижнесаксонского города Мэппен. Огонь вспыхнул в квартире на верхнем этаже жилого дома. Затем пламя перекинулось на крышу. 28-летняя хозяйка квартиры вовремя заметила неладное и предупредила соседей. Благодаря такой бдительности люди не пострадали. А вот дом для проживания стал непригоден. Работу пожарных усложнял сильный мороз. Из-за него в некоторых кранах замерзла вода. Поэтому спасателям пришлось потратить некоторое время на то, чтобы ее растопить. В Германии задержали предполагаемого организатора контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине. Это Андрей Ковальчук, работавший в свое время в службе безопасности российского МИДа. Чемоданы, в которых было почти 400 килограммов наркотика, обнаружили в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе еще в прошлом году. И теперь полиции удалось проследить маршрут, по которому курьеры доставляли кокаин в Россию. В то же время задержанный настаивает, что стал жертвой провокации. А в 12 чемоданах, найденных в Аргентине, были личные вещи, подарки, кофе и алкоголь. Ранее в Аргентине по этому делу задержали 5 человек. Анархисты устроили погром в центре Афин. Около двух десятков молодых людей с молотками и железными дубинками атаковали магазины в центре греческой столицы, нанеся значительный материальный ущерб. Это уже второе такое нападение на этой неделе. Так анархисты поддерживают подозреваемого в покушении на экс-премьера Лукаса Пападемоса. В прошлом году 70-летний глава правительства был серьезно ранен, открыв в машине оставленный ему пакет. В его отправке обвиняют 29-летнего мужчину. Он находится в тюрьме и объявил голодовку в знак протеста. Для противодействия анархистским группировкам на улице Афин дополнительно вывели 200 полицейских. Израильская полиция допросила премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху. Вопросы следователей касались новых обвинений в коррупции, так называемого дела 4000. Правоохранители проверяют информацию о том, что Нетаньяху якобы продвигал интересы крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Безик в обмен на благосклонное освещение деятельности его правительства на популярном новостном интернет-ресурсе. По этому делу уже арестованы бывший пресс-секретарь Нетаньяху, экс-министр связи, а также владелец Безик вместе с женой, сыном и несколькими сотрудниками. Премьер-министр, для которого это уже четвертый мандат, проходит подозреваемым и по двум другим делам о коррупции. Сам он все обвинения отрицает. Позолоченное изваяние обвиненного в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна появилось в Лос-Анджелесе. Фигуру из стекловолокна и акриловой смолы установили уличные художники. Своё произведение скульпторы назвали в дословном переводе на русский «кушетка для кастинга». Английская идиома «casting couch» означает «услуги в обмен на секс» или «через постель». Когда грянул скандал вокруг Вайнштейна, стало очевидно – это история года в Голливуде. Я понял, что должен отразить её в своём искусстве. Как говорят художники, реакция прохожих на такую версию Вайнштейна – шок, смех и ужас. В прошлом году более 70 женщин, включая известных актрис, обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и даже изнасилованиях. Он утверждает, что все сексуальные контакты происходили по обоюдному согласию. После разразившегося скандала Вайнштейн был исключён из Американской киноакадемии и уволен из собственной компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова